Здравствуйте дорогие зрители, с вами канал FFDO TV и сегодня гостем федерации футбола Днепропетровской области стал играющий тренер команды Falcon Чуман Даниил. Добрый день. Для начала расскажите о истории создания вашей команды, кто был главным ее инициатором. 7 лет назад мы собрались с ребятами, с которыми занимались в одной спортивной школе и по окончанию нашей академии мы решили продолжить, так сказать, сотрудничество и все вместе за счет желания и своих каких-то личных возможностей стали заявляться на аматорские турниры. В основном это было 8 на 8 и 11 на 11. Потом команда распалась в 2013 году. Два года мы нигде не играли. И вот произошло такое новое влияние людей. И в 2016 году мы решили попробовать себя на турнире Libertad. То есть сейчас ваша команда стоит из тех же самых игроков? Нет, из того состава осталось только 3 человека, я и еще и 2 парня, с которыми мы начинали этот путь. Остальные все новые молодые ребята. А есть ли у вас лидер в команде? Как такового лидера нет. Каждый игрок отвечает за какую-то функцию. Поэтому я думаю, что мы как одна команда все стремимся к одной цели. А скажите, почему выбрали название FatCon? Честно скажу, название придумывал не я. Предложили, не задумывались долго над названием. Хотели больше показать себя на поле, чем переживать за название. Так назвались. И вот уже 7 лет мы Falcon. Скажите, как проходит ваш тренировочный процесс? Раз в неделю собираемся, тренируемся. И пока так. Больше пока возможностей, к сожалению, нет. А есть ли у вас помощник? Вы как тренер? Да. У меня есть помощник. Мой близкий товарищ Антонов Александр. Он играет за художников. И поскольку мне тяжело совмещать на поле и тренерство, и играть, потому что я две трети матча нахожусь на поле, голова в эмоции. Объективно не может. Да. То он стоит на бровке и какие-то моменты подсказывает, что делать. А скажите, есть ли спонсор вашей команды? Нет. Это проблема серьезная. Спонсора нет. Тяжело построить боеспособный коллектив без финансовой поддержки. За счет только своих сил и желаний мы сами как-то выкручиваемся. Но мы открыты к предложениям и сотрудничеству. Скажите, по истечении первого круга ваша команда сейчас располагается на последней строчке в тернирной таблице. В чем прийти на провальное выступление в первом круге? У меня есть четкое понимание, почему это происходит. Есть несколько факторов. Во-первых, средний возраст наших игроков 18-19 лет. Наверное, мы одной из самых молодых команд на турнире на данный момент являемся. В таком возрасте иногда не хватает стабильности. То есть мы можем выигрывать, потом проиграем. Очень сложно собрать ребят, привести к общему знаменателю. Проигрывается в таком возрасте борьба физически более старшим оппонентам. Но мы сейчас над этим работаем. Также 90% команды пришли с большого футбола. Нету понимания еще, куда бежать, кого держать, как говорится. Поэтому сейчас мы очень много на тренировках уделяем тактике. Ходим кругами движения, показываем, как надо обороняться без мяча, как вести себя при атаке с мячом. И также причина у нас на ряд ключевых матчей. Выпали 3-4 игрока, которые должны были быть костяком команды. Но я надеюсь, что во втором круге мы все это исправим. И есть четкое понимание, как все это сделать. Скажите, собираетесь ли вы усиливать состав команды на второй круг? Сейчас ведется переговоры с одним-двумя максимумами дни. Но я рассчитываю на тех ребят, на которых я рассчитывал изначально. Скажите, какую команду вы считаете главным фаворитом в 8-м лиге? Все команды хорошие. Но хотелось бы отметить Интерпайп, наверное. Команда не зря занимает первое место. Сыгравши уже со всеми командами в первом круге. Могу отметить, что у ребят хороший сбор, хороший коллектив, дисциплина на поле. Молодцы. Скажите, есть ли какие-то запоминающиеся матчи? Были ли все такие? Зимой был интересный, веселый матч с командой Витес. Сейчас, выигрывая по ходу матча 4-1, мы умудрились проигрывать 9-6 и все-таки закончить матч. 9-9 в ничью. Скажите, какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли вы идти в более высокий дивизм, в лучший ребят? Изначально, когда я еще заявлялся на этот турнир, цель была высокая. Но не самое главное была медаль. Поскольку в команде много ребят 18-19-20 лет, это мои товарищи, хотелось бы, возможно, кому-то из них дать толчок в более серьезный вызов. Потому что все подавали надежды, но у кого-то не получилось по различным причинам. Но сейчас хотелось бы, чтобы, возможно, если даже одного-двух-трех ребят заберут на повышение, на более серьезный уровень, то я уже буду считать это достижением. Ну, конечно, хотим расти как команда, но без спонсорской поддержки достаточно сложно сделать. Скажите, какое ваше общее впечатление о турнире? Замечательное. Посмотреть на турниры 3-4 года назад. Такого не было. Я играю на этом турнире практически с самых первых турниров, но играл за другие команды. И с каждым сезоном турнир растет очень-очень сильно. А скажите, есть ли у вас еще какие-то предложения, что можно добавить? Добавить? Да, все это круто. Не знаю. Может быть, какое-то интервью капитанов лучших игроков, тура, матча, флеш-интервью онлайн. Да, флеш-интервью, какие-то включения. Потому что на эмоциях, наверное, люди говорят то, как оно есть на самом деле. Спасибо большое вам за ответ. Желаю вам удачи. Надеюсь, во втором круге у вас более будет результативная игра и очки будут пополняться. Спасибо вам. Ну а с вами, друзья, мы прощаемся. С вами была FFDO TV. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok